Приветствую вас. Очень жаль, что вы не задаете своих вопросов, то есть вы не спрашиваете ничего о нас, а только рассказываете проблему, поясняете, можно сказать, ситуацию. При этом совершенно очевидно, что проблема, если ее оставить вот так, как она сейчас, то совершенно очевидно, на мой взгляд, по крайней мере, что она не решит. То есть она останется такой, и она будет так, в общем-то, и дальше вас беспокоить, она будет, в общем-то, и дальше вас напрягать и так далее. И давайте подумаем, для начала. Чья проблема? Вот то, что вы так, ну, скажем, не очень хорошо живете. Чья эта проблема? Больно, конечно, сказать, что эта проблема, например, совсем не ваша, а проблема это вашего отца, например. Можно так сказать? Да легко. Легко. Легко можно так сказать, что проблема не ваша, а вашего отца. Сказали. И, собственно, все. Сказали, и все прекрасно, все здорово, все замечательно, все супер. Только стало ли вам легче от того, что вы увидели проблему в своем отце, например? Не, не стало легче. А почему не стало легче? А потому что жизнь, она ваша. И живете вы ее сами. Не отец ее живет, а вы, вы живете в своей жизни. Знаете, в чем дело? И когда вы обвиняете отца, вы по сути дела, по сути дела. Может быть, вам не очень понравился, то есть, я скажу, но... По сути дела, вы копируете его модель поведения. То есть, ваш отец, вместо того, чтобы за настоятельно справляться с какими-то своими проблемами, да, чтобы решать, может быть, свои проблемы, ваш отец, предпочитая, употреблять алкоголь, алкоголь совершенно, ну, в бесконтрольных количествах. Понятно, что проблемы его от этого меньше не станут. Скорее, они станут только больше. Ведь со временем ему придется пить все больше и больше, чтобы получить то наслаждение, тот эффект, который он хочет получать. Для этого потребуется все больше и больше количества алкоголя. И, соответственно, пить ваш отец со временем будет больше, или пока либо не остановится, либо не заболеет чем-то период. Но он бежит от ответственности, и вы делаете, по сути, то же самое. Так же, как и ваш отец, вы так же убегаете от ответственности. Почему? Потому что вас не научили. Вас не научили брать ее на себя. Ответственность я имею в виду. Свою ответственность за себя брать вас не научили. И вы не умеете этого делать. Вы не умеете брать на себя ответственность. Вы не умеете не винить кого-то в своих бедах. Понимаете, кого обвинить найдется всегда. Такова жизнь, такова особенность человеческой жизни. Всегда найдется, кого обвинить всегда. Будет кого обвинить. И так далее. Поверьте мне, что с этим проблем не возникнет. Но обвиняяя других, да, мы сбрасываем в какой-то степени напряжения, мы облегчаем, может быть, немножко себе жизнь, может быть, немножко мы сделаем себе как-то легче, да, проще в чем-то. Но мы не облегчаем себе жизнь надолго, потому что нам в такой истории требуется опять же это делать постоянно. выполнение этих самых действий, обвинений. Мы должны постоянно обвинять кого-то, чтобы чувствовать себя лучше. Но только получается, что мало того, что мы зависимы от других людей становимся из-за этого. Мы еще и отношения с ними в общем-то портим, что не является тоже чем-то продуктивным. Поэтому, поэтому сначала я предлагаю вам подумать о том, что дает вам обвинение других людей в своих проблемах. желательно как можно более конкретно, что вам это дает. Зачем, для чего, почему вы обвиняете других людей в том, что у вас проблемах. Ведь, как мы уже сказали, ничего хорошего вам это не дает. И дать не можно. В принципе. Потому что это другие люди, а это вы. И жить вам, а не другим людям. Понимаете? Какая тонкая дверь. Поэтому, поэтому на эту тему нужно обязательно подумать. Вы несчастны так же, как несчастный ваш отец. Вы страдаете так же, как страдает он. Из-за того, что не монете. У вас не получается нести ответственность на свое действие. Почему? Ну, это нужно выяснять, но, как правило, из-за страха. Элементарный, банальный страх того, что я не справлюсь, страх того, что я не смогу, страх того, что у не получится, чего-то там и так далее. Вообще, на самом деле, в этом есть небольшой смысл, потому что фразу действительно все не получится. И, вообще-то, говоря, было бы странно, если бы фразу все получил. ваша жизнь для начала, если вы хотите, чтобы ваша жизнь пошла, Ухо. Но для начала перестаньте обвинять людей вокруг вас, потому что так вы похожи на своего отца, вот, а этого, я уверен, вы не хотите, вы не хотите быть похожи на него. Так вот, соответственно, и постарайтесь сделать так, чтобы вы не были на него похожи, а это только в ваших силах сделать. Чтобы не быть на него похожи, нужно, в общем-то, действовать не так, как действует он. А действовать, условно говоря, ну, немножко, немножко по-другому. Более, может быть, мудрее, более, может быть, взрослее, и если вам, допустим, чего-то хочется, если вам, допустим, что-то нужно, то вы думаете о том, как бы самостоятельно этого достичь. Не требовать от других того, чтобы они вам дали того, чего вы хотите, могут они этого или нет. а именно, 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 стараться получать этот обстоятельство. Очень легко обвинить в двадцать и кого бы это ни было еще. Но, здрать исходить именно из того, что реально могут принести вам пользу. Я понимаю, я понимаю, что вы не находитесь в чап в безопасности, я понимаю, что вы не находитесь в спокойном состоянии, скорее всего, вы пребываете в постоянном стрессе напротив. Но, опять же, всего этого можно избежать. Как? Привай, изменив к этому отношению, подкорректировав немножечко свое поведение, обозначив свои личные границы, подумав о, возможно, средствах индивидуальной защиты, если мы говорим о том, что ваш отец нарушает ваши личные границы, вот, о том, также, как бы вы вели себя, если бы случилось что-то плохое с вами, как вы ведете себя, как вы могли бы себя вести, почему вы ведете себя именно так, ну и тогда. И чем быстрее вы придете к пониманию того, что как бы вот, как бы кто не был виноват в том, что с вами происходит, а сушить вам. И это сушить здесь и сейчас зависит целиком и полностью только лишь от вас и ни от кого больше. И если вы перестанете доказывать своим поведением своему отцу, что это он виноват в том, что с вами происходит, если вы перестанете напоминать своему отцу о том, что вы несчастны и возьмете свою жизнь в свои руки, то она изменит. Знаете, других людей не поменять. К счастью или к сожалению это неизвестно. Но их не поменять. Никого. никого из людей не поменять. Это невозможно. И поэтому то, что можете сделать вы, это поменяться самостоятельно. сделать то, что нужно вам для себя. Не для других, а для себя. И вот постарайтесь подумать об этом. что и как вы могли бы сделать для тебя уже сейчас. Без размышлений на тему того, кто виноват и что делать. Эти размышления по большому счету ну ничего хорошего вам да и любому человеку не несут. Но зато отнимает очень много энергии. Отнимает очень много сил. И если вам этого не хочется, то есть ну не хочется, чтобы столько сил уходило пустую, да, вот, то заопрессион старайтесь что-то меня. Не идите по легкому пути под ваш папа, да, он как раз таки идет по легкому пути. Он идет по пути наименьшего сопротивления. И вы сами видите, к чему это приводит. И если вы не будете ничего делать, то очень может быть, что и вас этот путь приведет туда же. Но я уверен, что вы этого не хотите, я уверен, что вы знаете чего вы хотите. Я уверен, что вы знаете, что вам нужно и в обиду себя не дадите. Но для этого нужно действовать. Для этого нужно менять. Быть готовым менять. понимаете. Вот это, пожалуй, то, что я хотел бы вам сказать. Это то, что можно вам ответить на ваш вопрос. вопрос. Так, дело в том, что по-другому ответить на ваш вопрос, исходя из того, что вы написали, возможности не представляются, по причине того, что отношения между родителями и детьми, детской обидой, являющейся самыми периодными и самыми конфликтогенными, скажем так, решаются очень неторопливо, неспеша, последовательно, адекватно и так далее, дабы не навредить человеку. Поэтому вам нужны регулярные консультации с психологом для того, чтобы выразить все свои обиды и выработать новую стратегию своего поведения. Вы знаете, это будут просто, это могут быть просто разговоры на тему ваших отношений с отцом. Просто снова и снова проговаривать то, что вас волнует, то, что вас беспокоит, то, что вас напрягает, что-то заставляет вас термить, страдать, переживать и так далее. Как видите, в этом нет ничего страшного и сложного. Но, тем не менее, это и есть то необходимое, что вам нужно для того, чтобы вы изменились, чтобы вы стали немножечко другой, чтобы вы по-другому смотрели на эти все вещи, чтобы вы иначе воспринимали то, что происходит, может быть, может быть, может быть, с вами, может быть, с вашим отцом и так далее. И я надеюсь, понятно, что результат будет зависеть только от вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи.